Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! В этом выпуске достопримечательности Западной Армении – соляные пещеры Игдыра. Новые программы будут реализованы в общинах Арцаха. Экологи подали в суд на закрытие 37 ТЭЦ в оккупированной Западной Армении. Село Хараморт в Арцахе возвращается к нормальной жизни. США направило новую военную помощь курдским боевикам Сирии, воюющим с турками. Озеро Урмиа уменьшилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Они изменили лицо Иерусалима – американский сайт об армянских гончарах, родившихся в Западной Армении. В Афинах состоялась презентация книги греческого историка о геноциде армян. Центр соляной терапии, расположенный в пещерах Игдерской области Западной Армении, открыл свои двери для посетителей. Ведется работа по привлечению большего количества гостей. Ресурсы пещер удовлетворяют потребности в соли в восточной части страны. Планируется включить пещеры в оздоровительный туризм. Отныне до него можно добраться на поезде «Ар-экспресс». Центр соляной терапии расположен примерно в 80 метрах над землей. Азатуи Симонян и Люсина Караханян, советники президента Арцаха, находятся в Париже с рабочим визитом и продолжают продуктивные встречи. Вчера мы встретились с руководством французско-армянской благотворительной организации «Солидарность между Арменией и французской протестантской церквью», с которой наше сотрудничество идет полным ходом. Они работают в Арцахе много лет. Одна из программ заключается в покупке квартир в селах Арцаха и их ремонт и передаче многодетным семьям. Программа уже успешно реализована. Организация выразила готовность к реализации сельскохозяйственных благотворительных программ. Начался судебный процесс, инициированный активистами-экологами против президента страны для закрытия 37 угольных электростанций в Турции, оккупированной Западной Армении. Адвокат Исмаил Хакатал, выступивший с заявлением перед слушателями, сказал, «Мы подали в суд на отставку 37 ТЭЦ, так как шахты вызывают заболевания, а также социальные издержки». Слушание по иску уже началось и в 18-м административном суде Анкары. Правительство Западной Армении приветствует этот шаг и будет внимательно следить за развитием событий. В село постепенно возвращаются перемещенные женщины и дети, говорит глава администрации Аскерана Гамлет Апресян. Это село Арцаху уже около месяца находится под прицелом азербайджанцев. Особенно встревожило жителей Храморта то, что азербайджанская сторона подвела к их позициям военную технику. Неделю назад в результате взрыва азербайджанской мины во дворе своего дома пострадал мирный житель. Женщинам и детям пришлось покинуть деревню. Директор школы Храморт надеется, что с понедельника можно будет возобновить занятия в школе. Американские военные направили военную помощь курдским народным силам обороны в Сирии. Об этом сообщили проправительственные турецкие СМИ, назвав действия США поддержкой терроризма. По данным турецких СМИ, объем военной помощи составил около 150 грузовиков. Было обращено внимание на то, что поставки США увеличились после обстрела Ираном консульства США в Эрбиле. Турецкие вооруженные силы за последние годы провели несколько крупномасштабных боевых операций против курдских сил в Сирии. Согласно сообщениям, озеро Урмия на северо-западе Ирана сократилось примерно на 30% за один год из-за засухи. Площадь озера, которое раньше составляло более 3000 квадратных километров, сейчас достигло 2300 квадратных километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень воды в озере снизился на 63 сантиметра. Урмия, известная как второе по величине соленое озеро в мире, расположено недалеко от границы Западной Армении, в 147 километрах от озера Ван. Администрация Тегерана инициировала крупнейший в стране экологический проект. В статье «Армянские гончары, изменившие лицо Иерусалима», The Media Line рассказала об искусстве ручной росписи семьи Каракощан. Окоп Каракощан – один из потомков эмигрировавших из Западной Армении армян, которым удалось избежать геноцида 1915 года. Окоп является представителем одной из трех семей основателей гончарного дела в Иерусалиме. Три художника начинают совместную работу по производству армянской керамики в Иерусалиме. В Афинах состоялась презентация книги греческого историка Александра Пиладеса «Нация и национальное меньшинство. Исследование геноцида против армян» при участии чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Греции Тиграна Макарчана. Посол подчеркнул высказанную молодым ученым мысль о том, что международное признание геноцида важно не только для восстановления исторической справедливости, но и для защиты прав человека и зрелость общества. В книге рассматриваются болезненные страницы истории армянского народа и события, предшествующие геноциду. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!